Как можно прокомментировать запрет на вещание в Армении программ Владимира Соловьева и как на это отреагируют в Москве? Армянские власти могут пересмотреть отношения с Россией в политической сфере, но при этом сохранить очень выгодные отношения в экономической. На эти вопросы в кулуарах международного круглого стола формирования нового миропорядка и его влияния на страны Южного Кавказа ответил директор Института русского зарубежья Сергей Пантелеев. Как можно прокомментировать запрет на вещание в Армении программ Владимира Соловьева и как на это отреагируют в Москве? Этот вопрос, конечно, связан с общей ситуацией, которую сегодня я вижу в Армении, с изменением подачи вообще проблемы российско-армянских отношений. Я вижу, как меняется информационное поле в сторону достаточно жестких оценок как в целом российской политики, так и российского военного присутствия. И, конечно, очень печально то, что это все сопровождается еще большими ограничениями информационной сферы. То есть очевидно, что власти Армении начинают ограничивать российское вещание, российскую точку зрения. Это не просто нарушение свободы слова, а значит, базовых демократических принципов. Это еще где-то в какой-то степени провоцирование конфликта. Конечно, российская реакция, я уверен, ожидаема абсолютно. Понятно, какая она будет. Она будет крайне негативной. И это добавит еще больше недопонимания и взаимных претензий. Как раз того, чего так хотят противники российской политики и те силы, которые сегодня пытаются вытеснить Россию из Южного Кавказа. Сергей Лавров очень жестко прокомментировал отношения с Арменией. Но с другой стороны, армянские власти считают, что можно пересмотреть отношения с Россией в политической сфере, но при этом сохранить очень выгодные отношения в экономической. Зная специфику российской политики, возможно ли это? Знаете, вот Украина очень долгое время демонстрировала желание сидеть на двух стульях. На двух стульях не получается сидеть, поскольку они разъезжаются. В этом плане иллюзия, что можно политически занимать антироссийскую политику и при этом продолжать быть активным участником интеграционных евразийских экономических структур. Я думаю, что это по крайней мере наивно. Более того, все политические изменения не просто сопровождаются антироссийской риторикой, но еще и ведь связаны с некими иллюзиями или намерениями интеграции в евроатлантические структуры, с которыми Россия сегодня находится в жестком конфликте. Это говорит о том, что выход из ОДКБ и продолжение антироссийской политики просто обрушит, в том числе экономически, все моменты, которые нас связывают. И это бесспорно отразится негативно в целом на экономическом состоянии Армении, и соответственно и на политическом.